Библейский портал экзегет.ру представляет «Подошло время Давида умереть, и вот что завещал он сыну своему Соломону. Я отправляюсь в путь всей земли, ты же крепись и будь мужчиной. Храни служение Господу, Богу твоему ступай по его путям, храни, что он установил и заповедал, что судил и о чем поведал, как написано в книге Закона Моисеева, чтобы преуспеть себе во всем, что станешь делать, к чему бы ты ни устремился. Тогда исполнит Господь слово свое, которое он пролег мне. Если будут потомки твои хранить предо мной пути свои, поступая предо мной поистине от всего сердца, от всей души, то неизменно будет один из них восседать на престоле Израилева». Ну вот, красивые, яркие слова. И, конечно, вот тут Давид, каким мы привыкли его видеть, безусловно, преданный Господу, очень благочестивый человек, который и Соломону, своему сыну внушает то же самое. А дальше идет примечание, и в примечании мы видим прямо что-то непохожее. «Еще ты знаешь, что сделал мне Юав, сын Царуи, главный военачальник Давида, как поступил он с двумя военачальниками, израильскими Савнером, сыном Нера, и Амасой, сыном Етера. Но он их убил. Он убил их, пролив кровь, как на войне во время мира, то есть не в бою честном, а предательски убил. И кровь эта запятнала пояс на его бедрах и обувь на его ногах. Поступи с ним по мудрости твоей, не дай его седини мирно зайти в Шоул, то есть не дай ему умереть спокойно, Шоул это царство мертвых. «А сыновьям Борзела из Гелада, окажи милость, и пусть они едят за твоим столом, ведь он пришел ко мне, когда я бежал от брата твоего в Шалома. Еще есть подле тебя Шемисен Геровин, амитянин из Бахурим. Он яростно проклинал меня в день, когда я отправился в Маханаем. Но он вышел мне навстречу к Иордану, когда я возвращался. Я поклялся ему Господом, что не казню его мечом. Но ты не оставь его без кары, ведь ты мудрый человек и знаешь, как свести его седину в Шоул в крови». То есть, грубо говоря, убей вот этих моих врагов, которых я не могу сам казнить по разным причинам. Одному поклялся, с другим меня слишком многое связывает. Зачем такие наставления под конец? А вот вы знаете, все-таки Давид показан очень реалистично, предельно реалистично. И в нем вот эта безусловная преданность Богу сочетается со всеми свойствами царя и полководца того времени, включая вот жестокость, такую хитрость, назовем вещи своими именами, любовь к женщинам, иногда безмерную и так далее. То есть, это правдивая история. Это не история про абсолютно идеального человека. Собственно, это заставляет нас, наверное, доверять Библии больше, чем любые абстрактные слова о ее высоких качествах. Она явно не врет. Если бы она врала, ну, точно бы приукрасила историю про Давида. Давид привозился к правоцам и был погребен в городе Давидовом. Дни царства у Недавида над Израилем было 40 лет. Семь лет царствовал он в Хевронии и 33 года в Иерусалиме. Учитывая, что им было 30 лет, когда он в Хевронии воссел на престол, то всего лишь 70 лет было. Мы видим тут дряхлого старика уже. Вот не у всех долгая и плодотворная старость. А Соломон воссел на престоле отца своего Давида, и царство его вполне упрочилось. Адония, сын Хагид, пришел к Батшеве, матери Соломона. Она спросила, с миром ли ты пришел? Вот тот самый Адония, который поднял восстание в прошлой главе, и даже восстание, не назовешь, провозгласил себя царем еще прежде смерти Давида. И он проиграл, от него все отступились. Что теперь? Теперь он хочет утешительный приз. И вот так подробно описано, как он его выпрашивает. Пришел не к самому Соломону, а к матери. Матери-то будет трудно отказывать, надо с матерью договориться. Она спросила его, с миром ли ты пришел? Тот ответил, с миром, и добавил, дело у меня есть до тебя. Она отвечала, говори. Он сказал, ты знаешь, что царство было уже моим, и что на меня взирал весь Израиль, как на царя. Но царство от меня перешло к брату моему, и дано оно ему Господу. А теперь только одно я попрошу у тебя, не откажи мне. Да, вот как он светисто говорит, я ничего не имею против царя Соломона, но какой-то мне все-таки маленький такой приз дайте. Он сказал, поговори с царем Соломоном, ведь он не откажет себе. Пусть дадут мне в жены Авишагу из Шунема. Это та самая девушка, которая ухаживала за Давидом, но так и не стала его женой, потому что он уже стар был. Батшева отвечала, хорошо, я переговорю о тебе с царем. И Батшева отправилась к царю Соломону, чтобы переговорить с ним об Адонии. Царь поднялся ей навстречу, поклонился и сел на свой престол, а матери царя поставили другую, чтобы она села по правую руку от него. Вот смотрите, какой разительный контраст. Батшева та самая женщина, которую Давид когда-то взял в жены, сначала не в жены, а в любовницы. Она была женой Урии, его подчиненного. Потом он Урию отправил на верную смерть, а на ней женился. И саму Батшеву никто ни о чём не спрашивал. А какая была её реакция на все эти события, мы можем только догадываться. Наверное, она не сильно обрадовалась, когда царь её затащил к себе, а мужа её потом убили на войне, и ребёнок её первый погиб. То есть ничего хорошего, на самом деле, очень печальная судьба. Но вот как она выросла. Вот здесь уже эта умная, расчётливая, тонкая правительница, которая, на самом деле, устраивает судьбы царства. Да? Вот как меняется судьба человека, и как может быть такое очень печальное начало этой истории в Батшево-Царском дворце приводит её к совершенно иному положению. И вот поэтому здесь так это описывается, отдельный престол. То есть вот они вместе, почти наравне друг с другом. Она сказала, есть у меня к тебе маленькая просьба, не откажи её мне. Царь ответил ей, проси, мать моя, я не откажу тебя. Она попросила, пусть Авишагу и Шинема дадут жёны Адонии, твоему брату. То есть она согласна с этим, да? И вот здесь как поведёт себя Соломон. Такой маленький тест. Такой юный, неопытный царёк, который скажет, конечно, мамочка, как скажешь. Или уже взрослый человек, просто ещё молодой. Так отвечал царь Соломон своей матери. Отчего это ты просишь для Адонии Авишагу и Шинема? Попроси уж тогда для него и царствовать, он же брат мой, старше меня. А с ним и для священника Ивятары, и для Юавы, сына Церуи. То есть он понимает прекрасно, что если он здесь начинает уступать, то в конечном итоге этот самый Адония будет ему предъявлять претензии. Слушай, царство вообще-то моё. Ну ладно, не будем об этом. Дай мне то, сё, пятое, десятое. Вот это надо прекратить. И поклялся царь Соломон Господом. Пусть так-то и так-то накажет меня Бог, и так-то давает, если не на погибель себе сказал это Адония. А теперь жив Господь, который укрепил меня, и посадил меня на престоле отца моего Давида, и воздвиг для меня дом, как и обещал, Адония умрёт. Царь Соломон послал Бенаю, сына Ихаеда, и тот сразил его насмерть. В конце прошлой главы говорилось, что Соломон даёт Адонии жить на условии, что тот ничего плохого не будет делать впредь. Вот, очевидно, это воспринято как нарушение этого условия. А священнику и Виатару царь велел ступаева на тот, на свой земельный участок, ибо ты достоин смерти. То есть тому, кто Адонию, собственно, поддерживал. В сей же день я не умритывал себя потому, что ты носил ковчег, владыки Господа, пред отцом моим Давидом, и что разделял ты с ним все горести. И Соломон удалил Авиатара от священнического служения Господу, по слову, которое извлечено было в шело о потомстве Эли. Но это давняя история про первосвященника Эли, который вел себя недостойно, и Господь сказал, что его потомки не будут благополучны вот на этой священнической должности. Слух об этом дошёл до Юава, а Юав принял сторону Адонии, хотя прежде не принял сторону Афшалома. Что имеется в виду, когда восстал сын Давида Афшалом, Юав был всё-таки за Давида. А здесь Адония провозгласил себя царём, а Юав перешёл на его сторону. То есть, грубо говоря, он за мятежников. Юав бежал в Скинию Господню и схватился за рога жертвенника. Уже была у нас эта история. Вот когда человек держится за рога, его нельзя казнить, он соприкасается со священным. Соломону возвестили, что Юав бежал в Скинию Господню и что он подле жертвенника. И Соломон отправил Бинаю сына Ихояды, сказав, «Вступай, порази его». Биная пришёл в Скинию Господню и сказал, «Юава, царь велит себе выйти». Тот отвечал, «Нет, здесь я и умру». Ну, то есть, он понимает, что его убьют, как только он выйдет. Биная вернулся к царю и пересказал ему слова Юава, что сказал он в ответ. Царь сказал ему, «Поступи, по его слову, порази его и похорони. И так сними вину за кровь, напрасно пролитую Юавом, с меня и с дома отца моего. И да будет пред Господом сам он виновен в собственной гибели, ведь он напал на двух мужей честнее и лучше него и убил их мечом. Так что мой отец и не знал того, на Авнора, сына Нера, и начальника израильского, и на Амасу, сына Етерова, и начальника иудейского. Да будет виновен в их гибели Юав и потомству его вовеки, а Давиду и потомству его, и дома его, и престолу его, да будет вовеки мир от Господа». Ну, то есть смысл понятен, да? Это не убийство политического конкурента. И даже не месть за поддержку другого царевича. Это наказание за убийство, за давнее убийство, которое Давид не смог совершить. Вот интересно, что Соломона книга рисует гораздо более решительным, чем Давид. Вот у Давида было какое-то непрочное положение. Он, который беглец, который из простой самой семьи Вифлеема, он, очевидно, не мог быть таким решительным и волевым правителем, каким стал Соломон, рожденный царевичем и воспитывавшийся как царевич. Он уже понимает, что это его царство. Да, вот основатель династии, который, конечно, дал Соломону эту возможность, и родил его, прежде всего, и обеспечил ему преемственность, вот он не может сделать какие-то вещи, которые делает человек уже утвердившийся на престоле в силу своего происхождения и воли предыдущего царя. В том числе казнить человека, который виновен, даже если он прибегает в святилище. Бенаю, сын Ехояды, отправился и поразил его, то есть Евава. Он был похоронен у себя дома в пустыне. Вместо него над войском царь поставил Бенаю, сына Ехояды, и освященник от Садока назначил вместо Эвъятара. Ну вот, новый царь, новые ключевые деятели, это все понятно. А еще был Шеми, тот самый, кому Давид поклялся, что он не казнит его за всякие непристойные ругательства в адрес самого Давида. И вот смотрите, Юав – убийца, а Шеми всего лишь проклинал царя. Ну, для древнего человека тоже страшное преступление, но не убийство. Царь призвал к себе Шеми и сказал ему, построи себе дом в Иерусалиме, живи в нем и никуда не уходи оттуда. В тот самый день, когда ты выйдешь из города и перейдешь поток кедрон, ты точно умрешь и сам будешь виновен в своей смерти. Всего лишь он его сажает под надзор, даже не в тюрьму. Подписка о невыезде. Чтобы не смог там где-то вдалеке поднять мятеж. Шеми отвечал хорошо, сказал господин мой царь, так и поступит твой слуга. И Шеми жил в Иерусалиме долгое время, но прошло три года. Двое рабов бежали от Шеми Кахишу, сына Маахи, царю Гата. Шеми сообщили о том, что видели его рабов в Гате. Шеми верхом на своем осле отправился в Гат Кахишу на поиск своих рабов. Нормальное действие, да, рабов имущество свое надо найти. Но, очевидно, не очень всерьез отнесся к предупреждению Соломона. Шеми вернул из Гата своих рабов и сообщили Соломону, что Шеми уходил из Иерусалима в Гат и вернулся. Вроде и причина вполне уважительная. Царь призвал к себе Шеми и спросил, разве не клялся я тебе Господом, не предупреждал тебя? Зная наверняка, что в день, когда ты отправишься отсюда куда-нибудь, ты точно умрешь. И ты отвечал на мои слова, хорошо, слушаюсь. Что же ты не исполнил клятвы, данные пред Господом и приказы, которые я дал тебе? И еще сказал царь Шеми, ты знаешь все зло, какое на сердце у тебя есть, что сделал ты отцу моему Давиду. Да отплатит тебе Господь за все твое зло. Царь Соломон же да будет благословен, и престол Давида да будет крепок пред Господом вовеки. Царь велел Бенаеса на их и айда, и тот пошел и поразил Шеми насмерть. И так царская власть Соломона стала надежней. Получается, что вот все-таки для утверждения этой власти необходимо некоторое кровопролитие, необходимо некоторое количество показательных казней. Но в характере Соломона мы видим сразу сочетание некоторой твердости, которой даже Давиду иногда не хватало, и часто не хватало. И с другой стороны ответственности. Это не тиран, который рубит головы всем направо и налево, кто там косо на него посмотрел. Да, это человек, который соотносит преступление человека с его наказанием, и который в случае с Шеми не спешит устроить кровопролитие до тех пор, пока не убеждается, что Шеми вышел хотя бы ненадолго из-под его контроля. То есть этот человек очень такой умелый в качестве правителя. Но как он будет строить свои отношения с Богом? Вторая глава почти исключительно про все вот эти вот интриги, заговоры и прочее среди людей. А с Богом как? Об этом третья глава.